Так, ну что, ребят, всем здорово. На данном этапе у нас, естественно, ликвидации по шахтам. На данном этапе индекс страховой жадности почему-то не отображается. Видимо, киты хотят скрыть от нас информацию по поводу того, что происходит на рынке. Ну, как бы хуй бы с ними. В принципе, мне и так все понятно, что сейчас жадности особо нет. Доминация охуяет вниз. Это говорит о том, что, возможно, начал сальс сезон, а может быть и нет. Более подробно я отписал в закрытом клубе. По поводу доминации эфира BNB она начала охуяеть, особенно доминация эфира. И если же сравнить, что у нас происходило в прошлых циклах, то мы видим, что как раз-таки вот у нас с 2020 года все похуярило. Еще и с января 2020 года. Но финальный вынос, как вы помните, был в марте. Ну и потом после этого мы полетели и тренд уже не сбавляли. Поэтому, я думаю, вполне возможно, что уже разворотик начинается потихонечку. По поводу доминации альтов. Аналогичная ситуация. Кстати, мы не сходили к отметкам июня 2020 года, обратите внимание. И уже на повышенном объеме нас выкупают. Совпадение ли это? Не думаю. Total 3, то есть это капитализация альтов. То есть их цена без битка и без эфира. Как вы наблюдаете, разворот пошел ровно после 5, ну вернее 5 числа конкретно. 4, 5 мы уже полетели. Пошло воглощение и мы наблюдаем уже плюс где-то почти 20% роста. Вот. Ну и дно 5 августа, естественно, мы не обновили в плане тотала. То есть большинство альтов на свое предыдущее дно не сходили. И те, кто пиздят мне, что якобы мы обновили лой, ну могут запить водой, что называется, да. По поводу если глянуть фонды. Фонда, как вы видели, хуярит наверх, да, безостановочно. Ну и в принципе те, кто мне рассказывали, что, соответственно, кризис, там ликвидности не хватит. Ну как-то хватает у китов ликвидности и на фонду, и на крипту, и на золото, и на нефть, и на все остальное. Как же так? Как же так получается, да? Интересно. По поводу биткоина, естественно, как я говорил, что мы уже вряд ли пойдем на 42 тысячи, на 52. Поэтому те, кто там влажно фонтанировали по поводу того, что мы туда сходим, ну можете, опять-таки, тоже запить водичкой. Далее получается по эфиру хуяемые. Эфир уже 3000 долларов. Здорово пизда у коровы, да, плюс 40%. Я предупреждал, что потом вот так вот, зелеными палками, мы будем без остановки хуячить просто на шахтах. И как мы видим, так оно и происходит. Если открыть ЕТХ, да, то вы увидите, что мы летим сугубо на шахтах. И хуяить мы начали ровно с 5-го числа. Совпадение ли это не думает. И на десятки лямов долларов ликвидируем долбоебов, которые шахтят в эфир. Ну и в принципе, как и говорилось, та же самая ситуация была вот здесь, вот в прошлом цикле. Вы можете это прекрасно все наблюдать, как у нас все это происходило. И как вы наблюдаете, потом зелеными палками хуяем с минимальными откатами. И потом на дно уже не возвращаемся, которое было в марте. Ну а здесь дно было, как видите, еще в июне, в мае 22-го года. Ну и соответственно, вот здесь финально дно было 5-го августа. Получается 5-го сентября, 5-го октября и вот 5-го ноября. Ну и после этого мы полетели. Совпадение ли это не думает. Ну многие, конечно же, мне не поверили. И сказали, что я не сухерню. Еще эфир будет по 1900, по полторы, по 1000, там по 700 долларов. Ну и что, как там 700 долларов? Выход из накопления спустя 3 месяца боковика. Поэтому все сугубо по циклам. Даже не то, что по циклам, а сугубо все по моим рекомендациям. Да, как я говорил, что мы постоим 2-3 месяца в боковике. Как раз таки в потолок ожидания толпы впишемся. И после этого похуяем наверх. В принципе, что мы сейчас и наблюдаем. Ну мы видели, получается, уже приток, как вы наблюдаете, где-то 40% роста. Боковик 3 месяца ровно практически. И после этого полетели. Поэтому я говорил, мы пришли к той же формации. Ровно та же ситуация была по Таралуне. Если не верите, давайте я вам открою график. Ну, естественно, до ее скама я предупреждал, что надо покупать. И ровно то же самое было в мае-июне 2021 года. Ну и, в принципе, как мы наблюдаем, вот такая же ситуация по эфиру. Плюс-минус, если наложить фрактальчик. Давайте сравним, была ли такая же ситуация. Я думаю, что примерно такая ситуация сейчас и происходит по эфиру. Если переложить на ETH зайти, да, то мы заходим на тот же эффектчик. И, соответственно, перекладываем это все дело вот сюда. Вот и смотрим, как происходило у нас по Таралуне и как происходит по эфиру. В принципе, ситуация похожая. Смотрите, вот. Ну, естественно, график ровно не накладывается, потому что ситуация немного отличается. Но, в принципе, вот у нас тоже та же ситуация. Те же яйца только в профиль. Вот у нас вот ситуация. Походили здесь. Ну, тут отличается, так как это две разные монеты. Ну и потом после этого у нас консолидация 2-3 месяца. И потом плавный выход наверх. То же самое. Абсолютно аналогичная ситуация. Если вы мне не верите, ну, давайте откроем биткоин в тот же момент, как по биткоину в тот момент было. Мы открываем, получается, 2021 год. Где-то 0,5-12. То же самое. Видите, вот у нас та же ситуация. Вот у нас здесь проторговка. Вернулись к тем же отметкам. Постояли здесь 2 месяца и неделю. И полетели потом еще на 2,5 икса. То же самое, если открыть в отношении эфира, да. Я эту формацию миллион раз рассказывал. И многие, кто меня услышал, те все это наблюдали. Вот та же самая формация. Вот здесь мы постояли 2 месяца. И потом без остановки. Обратите внимание, что полетели потом хоть и маленькими зелеными свечами, но полетели без остановки. И откатов никаких не было. Потом откат произошел в сентябре. Но уже к тому моменту тот же самый эффект показал где-то 2,2 икса, чтобы вы понимали. И откат был, да, на 30%. Но вопрос, каким отметкам. Видите, к тому же уровню сопротивления. Зеркальный уровень. Отскочили и полетели дальше без остановки. То же самое происходит сейчас. И потом вот здесь вот то же самое происходило. Но мне многие не верили. Тоже вот здесь, помню, большинство утопили за полторы тысячи за эфир, за тысячу там и так далее. Тысяча двести. Но я сказал, ребят, в январе покупайте. Никакие 3,2 тысячи за биткоин не будет. И мы полетим. Ну и в принципе мы сходили с 2 тысяч на 4 тысячи. Дали 2 икса. И потом, естественно, те, кто ждали там ниже, обосрались. И, соответственно, залетали на хаях по эфиру. Даже в эфир по 4 тысячи долларов. Многие залетали. Можете не верить. Но я показывал комментарии. Кто помнит, тот помнит. И сейчас начинается ровно такая же, сука, ситуация. И вот здесь, я говорю, лой мы не обновим. И полетим наверх на шартак. В принципе, что сейчас и произошло. И вот здесь вот такая вот формация. Вот этот вымпел, который обычно пробивается наверх. И та же самая ситуация была до этого. Ну и, в принципе, как вы наблюдаете, май-юнь 21 года была такая же ситуация, после которой мы взлетели. Поэтому, кто не верит, ваше право, все уже отрабатывает. Те, кто слушал меня и закупался по эфиру, там по 2 200, по 2 тысячи, соответственно, по полторы тысячи. Вот. Или хотя бы по 2 400, то вы могли уже в моменте иметь, даже купив по 2 400, иметь где-то 30, а то и 40 процентов профита. Ну, опять-таки, если вы провтыкали, я предупреждал. Потом будет все хуяить очень быстро. И эфир пойдет второй после биткоина, что мы сейчас и наблюдаем. Вот. А потом уже подключатся остальные альты. Поэтому, в принципе, вот мы это и наблюдаем. BNB тоже, естественно, так как одна из первых монет, ну, BNB, эфир, то есть они стартуют после битка, а потом уже все остальные альткоины тоже следуют след за ним. И, в принципе, что мы сейчас и наблюдаем, постепенный выход из накопления, после которого пойдет уже дальнейший рост и пресловутый альтсезон, которого многие ждут. Но, как правило, они его не дождутся, потому что они сидят и ноют. Ну и, как видите, тот же самый страйкнет, который многие крестили в скам, тоже начал разворот 3 месяца накопления. Как вы понимаете, потолок ожидания большинства это 2 месяца, ну, а диапазон, в принципе, от 2 до 4 месяцев. Ну и уже тот же страйкнет плюс 30% роста показал. Хотя многие орали, что скам. Но дно, я считаю, по страйкнету уже было поставлено. Финальное дно было 4-5 ноября. Ну и вот здесь тоже, в пятых числах, мы наблюдали вот эти вот выкупы, да, что ниже цена уже не идет. И после этого мы похуячили наверх. Поэтому, в принципе, покупать сейчас либо нет, это дело ваше. Я говорил покупать до этого, еще 5-го числа, и бесплатно, и платно. Вот, по тому же Litecoin, аналогичная ситуация. Здесь было одно еще 5-го августа. И, кстати, лой мы не обновили. Обратите внимание, я говорил, что, скорее всего, отсюда мы полетим. Потому что Litecoin это такая монета, которая выкупается одна из первых, как и Bitcoin. И это форек Bitcoin, я напоминаю. Ну и, в принципе, мы сходили к отметкам даже медвежки 22-го года. Но многие меня не послушали и сказали, нахуй надо покупать Litecoin по 56, я куплю его по 40 или там по 30, может быть, кто-то ждал, как в марте 2020-го года. Но, как вы понимаете, потом те, кто, соответственно, так рассуждают, будут залетать выше. Вот, поэтому я говорил, ребят, покупайте, возможности просто ебейшие. Некоторые сверхразумы мне сказали, что Dash посмотри к Bitcoin, типа того, что он же там укатывается. Ребята, какая нахуй разница? Самое главное, что он к доллару рос. И некоторые апеллируют к тому, что вот к Bitcoin он падает. И что дальше? Ну и что? Какая нахуй разница? Он в прошлом цикле, да, показал 10x, да, это немного, может быть, кто-то скажет. Но, в принципе, даже сейчас Dash, если он вернется к вот этим отметкам, это будет 20x. А если он сходит на хай 17-го года, то это считает там 70x. Если вы считаете это мало, ну, хорошо, давайте посмотрим потом, когда все эти монеты взлетят, что вы будете говорить. Поэтому ничего не меняется. Тот же самый EOS, тоже я миллион раз советовал, тоже он выходит. Но было также 5 августа, ой, либо 5 августа, либо 5 ноября, получается, финальное донное значение. По Onda Finance пока что еще можно докупиться, если кто хотел. Ну, по остальным монетам уже все стартануло, да, уже все показало в среднем плюс 20-30% роста. Некоторые монеты даже 50-100% показали. Ну, это за редким исключением, в среднем где-то процентов 30. Ну, с Yui, как видите, она хоть и падала. Здесь нас пугали, кстати, негативные новостями, что мы упадем там чуть ли не в два раза. На доллар, там, на 70 центов обратно. Но я сказал, что этого не будет. Это все пиздеж, специально, чтобы вас запугать, что вы продали раньше времени. Но потом, когда с Yui похуяет на выше, чем 2,5 доллара, большинство хомячков начнет в него залетать. В принципе, что мы и будем наблюдать в дальнейшем. По поводу Arkham тоже я говорил, покупайте. Вот тоже было дно, 5 августа было поставлено. Финальный раз это было 5 сентября. И после этого уже плюс TXA монета показала. Ну, не шая в очередной раз. Хотя многие сидели ждали такие же отметки, как по WorldCoin. Но я говорил, что не факт, что их дадут. Поэтому надо закупаться по тем отметкам, что дают. Ну, если вы не верили, ваше право. Далее, получается, по Bitcoin обновил ATH. Конечно же, ETH выше 3000. Ну, и, как я говорил, что ETH будет пампиться вторым, как и BNB. Вот, поэтому, ну, BNB с ETH обычно одновременно пампятся. Не всегда, но, видите, в этот раз совпало. Поэтому, как вы поняли, что это отлично все отрабатывает. И те, кто смотрит мой канал хотя бы минимум несколько месяцев, а то и полгода, наблюдают, что мои рекомендации четко отрабатывают и дают результат. А не просто пиздовольство с отрицанием воздуха, что делает большинство ютуберов, да, вот, в отношении криптовалюты. Поэтому тот же AF я советовал покупать и по 60 долларов, и по 100 долларов и так далее. Кто закупался, тот молодец. Кто нет, ну, соответственно, проебал точку входа. И уже данная монета 3,5X, даже считай 4X, зна показала. Я ее тарил, тарил люто и видел, что здесь есть накопление. И она очень люто обычно выкупалась и шла наверх одна из первых. То же самое многие хейтили Кардану, и она уже в моменте зна с 5 августа показала плюс 60%. Если брать хотя бы от тела свечи, то это где-то 40%. Я считаю, это тоже заебись. Поэтому это хоть и копейки на данном этапе, но монета себя еще покажет. Если вы не верите, ну окей, ваше право. То есть можете не закупаться, можете ждать. Но, как вы понимаете, закупаться надо было в идеале еще 4 дня назад. Ну, а чем дольше вы ждете, тем больше вы потом будете фомоебить. И тем больше вы потом захотите закотлетить, занять денег, чтобы купить. Но будет уже поздно и вы, вероятнее всего, залетите на хрях. Ну, а там думайте сами. Я не пытаюсь вызвать вас сейчас, Фома, но сейчас еще не поздно. Сейчас это еще копейки. Это не рост, это еще хуйня. Ну, я имею в виду не по биткоину, не по эферу, не по салане. Понятное дело, эфер, биткоин, салану там бенди поздно покупать. И тот же АИФ. Но монеты, которые на дне, та же там Ада Кардана, Алгорент, многие другие CBDC монеты, старички, там NFT, GameFi, сфера. То есть, они еще все лежит на дне. DeFi, Dex, то есть, какие конкретно, да, и какие более перспективные, это все в закрытом клубе. Напоминаю, что с 1 декабря повышается цена на 30%. И каждый месяц в течение всего 25 года тоже будет это делать, потому что бычка началась, да. Ну и вот, поэтому, естественно, начался загон на хрях биткоин, эфер, все по классике. Я предупреждал, ребята, что следующий пойдет эфер. Все одно и то же, по циклам все происходит. Если вы думаете в этот раз все по-другому, ну, блядь, окей. Ваше право, можете верить в вас все что угодно. Но монеты на базе эфера, в том числе, как Суши-свап, Юни-свап, они тоже постепенно попрут. Юни-свап вообще одна из первых стартует, и, как видите, уже в моменте 2x-а показывал. Если не верите там, считайте, я не сухуйню, там, что я там не шаю, какие-то хуевые монеты даю. Окей, хорошо, идите к долбоебам, которые вам советуют покупать мемы, и что фонаментал расти не будет. Ради бога. Мне спрашивали, вот, какую монету стоит взять, WorldCoin или Polkadot, ну, а почему не взять на половину суммы ту, половину на сумму ту, вот и все. Ну, нет, надо же одну закатлетить, естественно, и вы говорите, все заработают, да. Вот нисходящий канал, потом этот канал, естественно, такой же, как в мае-июне 2021 года, пробьется наверх, и, как вы понимаете, мы потом полетим. Соответственно, 5 августа было по Polkadot поставлено дно, финальное дно было, как видите, вот здесь вот, ну, понятное дело, что кто-то, и люди, так как они привыкли, что рынок постоянно падает, и может обновлять локально лой, там, на 10, 20, 30%, они уже настолько, ну, задрочены рынком, да, что, и надрессированы, что они думают, о, да, это бесконечно мы дно будем обновлять, и многие так ноют. Ну, и, по сути, далее отметки, которые были у нас вот здесь вот в октябре, когда начался разворот, и Polkadot показал в моменте в декабре и в марте, получается, около 3х, ну, не верите, окей, ваше право, отметки, кстати, далее, такие же, как были в 2020 году в начале, ну, и, в принципе, даже сейчас, несмотря на то, что Polkadot уже показал отскок, хотя я говорил, можно было покупать его вот здесь по 3.8, 3.7, кто закупился, напишите в комментах, вот, по моей рекомендации, даже бесплатно я давал это, то 20% профита у вас уже есть, и если вы откупили дно, то, ну, соответственно, естественно, чем ниже вы купили, тем больше вы сможете заработать. То есть даже на пике вы заработаете где-то 12, то и 13х. Если вы, конечно, покупаете сейчас, то это будет уже чуть меньше, но имейте в виду, что донные значения все-таки решают отчасти, да, и каким объемом вы купите, поэтому на дне, я считаю, котлетить отчасти можно, но нужно делать это грамотно. Во-первых, диверсификация по разным монетам, а это монет в идеале 20-30+, да, ну, у меня 150 плюс монет, я за это говорил уже, а то и больше. Вот, и в принципе, как вы понимаете, что донное значение, вот там можно завышать объем, но, опять-таки, надо не просто олынить, да, как многие делают, в одну монету пуляют, или в две максимума, а то и в пять, ну, в лучшем случае, а действительно делать это исходя из риск менеджмента, да, то есть чуть-чуть завысить объем, например, вы там покупали, не знаю, допустим, на 100 долларов, а вы на дне покупаете, видите, что это те же донные значения, можно купить там, ну, в 2-3 раза больше, допустим, на 200, на 300 долларов. Но, опять-таки, исходя из вашего риск менеджмента, это нужно тоже под себя систему делать, но это каждый уже вырабатывает сам, если вы хотите, чтобы, соответственно, вам помогли с этим в закрытом клубе, все это тоже имеется, я даю советы, и причем, ну, и понятное дело, что платно, ну, как говорится, время стоит денег, поэтому, я думаю, вы бы на моем месте делали бы точно так же. При этом накопление уже 900 дней, многие хоронят только дот, как и атом, но это хорошо, потому что потом они будут покупать эти монеты на хаях, то же самое, как вы наблюдаете, финальное одно было вот здесь вот у нас в сентябре, и вот здесь вот, получается, 5 ноября, уже понятное дело, что тот же атом отскочил где-то процентом на 30 практически, но даже сейчас атом не поздно взять, потому что потом, когда он будет стоить по 40, по 50, многие просто будут волосы на жопе сирвать и рассказывать, что, типа, оказывается, атом низком, надо было покупать. И многие блогеряки, они просто переобуются, вот просто заскриньте, через полгода, через год вы это увидите, как они будут переобуваться и загонять вас на хаях и рассказывать, как они ошибались, и оказывается, вот как оно, оказывается, монеты низком оказались, надо покупать, срочно, срочно надо покупать. Вот, Ethereum Foundation у нас отчиталось, получается, о казначейских резервах 970 миллионов, ну и плюс это тоже позитивные новости выходят как раз-таки на росте, совпадение ли это, не думаю, обратите внимание, что они держат, они держат, получается, монету Sky, то есть Maker, тоже на базе Эфера. Это Оптимизм у них, Gitcoin, Mana, Decentraland тоже на базе сети Эфера, ну, потому что Mana скам, да. Вот, Argon, Uniswap, Starknet у них есть, ну, потому что скам, да. Ethereum Foundation не шает просто. Вот, MetaMask они держат, Protocol, Guilt, и другие монеты. Ну, опять-таки, видите, они держат и Manu, и Starknet, но поэтому мне рассказывают, что это скам монеты. Ну, если вы считаете, что я не шаю там, или Ethereum Foundation не шает, ну, хорошо, ребят, ваше право, и, соответственно, как бы думайте так дальше. Поэтому как-то так, ребята, я думаю, с этим понятно. Потом, соответственно, что у нас еще? Эксперт исключил признаки перегрева в биткоине после АТХ, и, на самом деле, перегрев – это такое понятие относительно, и биткоин может хуяить очень долго, особенно на шахтах. Поэтому по поводу перегрева, ну, перегрев – это, типа, если инструмент перекуплен, но многие говорили, что биткоин перекуплен, когда 120 тысяч, но потом, когда он взлетел на 65, многие охуели и подумали, о, нихуя себе, теперь пора покупать, понимаете. И тогда он для них не был перекуплен, он не был дорогим, потому что биткоин-то летит на сотку, да, как нам сказали, ну, и плюс люди себя сами нарисовали, потому что биткоин стоит, считай, там, 70, и они думают, о, ну, тут до сотки осталось всего лишь 30%, поэтому что бы не взять, да. Ну, и, конечно же, они покупают, ловят коррекцию, ну, и большинство людей, как вы понимаете, закупились тем же битком, альтами, когда они были на исторических максимумах. И, как я и говорил, что больше всего людей в закрытый клуб ко мне зашло в апреле перед коррекцией, то есть майской, июньской, и также в ноябре 2021 года перед Медвежкой 2022 года. Совпадение ли это? Ну, да, конечно же. Вот, поэтому, о чем я и говорю, что это будет одним из признаков, но об этом я, в первую очередь, скажу в закрытом клубе, а на ютубе это, если и будет, то постфактум. Поэтому, говорю, что по данном этапе, естественно, на шахтах мы летим и по битку, и по эфиру, и по остальным альтам, поэтому, если вы не верите, ребят, ваше право, но понимайте, что альты в любом случае уже начинают лететь. И, естественно, у вас начинает уже фоумае более чем уверенно, потому что много людей еще не ощутили это, но когда будет 5-10 иксов зна, вот та же самая Солана, я предупреждал, ниже 120 долларов не будет, уже она плюс 70% показала, кто хотел, можно было докупить. Но, опять же, я говорил, покупать даже по 100-120, это реально, ну, на хаях уже вы практически заходите, Солана, может быть, что-то и покажет, но заходить ради даже 50 иксов, ну, смысл какой, она уже зна показала 20 иксов, Солану надо было покупать, ну, потолок там, не знаю, по долларов там 60, но на данном этапе покупать ее там по 200, которые люди вот там продают арбитрум на дне и покупают Солану на хаях, ну, это реально надо быть критином. Поэтому надо покупать то, что еще на дне и еще там болтается, ну, а что на дне в закрытом клубе Айки есть. Второй сезон Хамстер Комбат вызвал новую волну скама и получается на данном этапе, естественно, я так понимаю, ну, от имени разработчиков какие-то фейковые аэрдропы могут быть, либо от мошенников, ну, и, как вы понимаете, естественно, в Хамстер Комбат и вообще в таплоке никто уже не верит. То есть выборы в США вызвали всплеск высокорискового криптокредитования, ну, опять-таки, кредиты, конечно же, рабам системы выдают и, как вы понимаете, совпадение ли это. И вот нас пугают, что якобы пользователи ликвидации основателя на более чем 100 миллионов долларов, пугают, опять вспоминают Curve Finance, это монета CRV, что якобы тут ликвидации были и вот здесь как раз-таки мы упали, а это было в июне 2024 года. Да, понятное дело, что монета уже показала тоже плюс 30%, но даже сейчас накопление 5 месяцев, я напоминаю, монета на дне и потенциал здесь, если вернется на хайп 25 года, это около 20 иксов, возможно, даже и больше, если делает перехайп. Поэтому монета на лютом днище, если вы не покупали, ну, ребята, самое время. Далее, получается, тизер, вы вступила посредником с нефтяной сделки 45 миллионов долларов, то есть это уже токенизация активов, как вы понимаете, ну и плюс то, что тизер в очередной раз не скам, как мы понимаем, потому что, ну, это полный бред, говорит, что это скамина. Гарри Тернер говорит, что фирма может вырасти на 70% благодаря обновлению Пектора, типа в два раза, ну и будет стоить, я так понимаю, около 4000 долларов, ну и ожидает этого в 2025 году, совпадение ли это, не думаю. Ну и, в принципе, конечно, эти обновления, партнерство, там, опубликование айзервов нам запускают как раз-таки, когда монета уже дала рост, совпадение ли это, не думаю, да. Как и вы видели, Центрального банка Швейцария, говорит, биткоин это у нас узконишевый продукт, ну и, опять же-таки, загон биткоин на хаях, естественно. Далее Дэвид Бейли говорит, что США стоит поспешить с созданием резерва биткоинов, ну, опять биткоин, биткоин, больше ничего не обсуждают, биткоин и эффект, да, совпадение ли это. Вокруг сообщил о рекордном суточном притоке в биткоин и ETF, опять биткоин, ну, за альты тишина, совпадение ли это, ну, да, конечно. Вот, победа Трампа и снижение ставки, биткоин бьет ценовые рекорды, опять же-таки, многие связывают это с этим, но, на самом деле, все идет просто тупо по циклам. И вот эти внешние события, это просто оправдание роста, это, знаете, на уровне, как бабы говорят, что чувак, там, харизматичный, умный, такой внимательный, я не знаю, там, с чувством юмора, такой замечательный, но, при этом, это все скрывается, что, на самом деле, просто у него бабла дохуя, а если у него бабок нету, то они говорят, что он ущерб, не щеброд, лох, там, даун, не смешной вообще и так далее. Вот, и что с него взять, поэтому, ну, тут это на том же уровне, естественно, баба оправдывает себя, и то же самое здесь, рынок оправдывает движение какое-то, как только рынок упал, так виноваты MTGOX, FTX, там, Таралуны и все остальное, хотя это уже давно все произошло, но, поэтому, оно что-то виновата. И то же самое здесь, что рынок растет, потому что там выборы, потому что ставка, хуявка, там, и так далее, притоки ликвидности внезапно и прочее, да, ну, приток ликвидности, это еще хоть более-менее правдоподобно, но по поводу остальных внешних причин, это уже смешно. Далее, получается, ЦБ Германии протестирует систему трансграничных токенизированных расчеток Project Guardian, ну, и, опять-таки, Германия один из самых жестких регуляторов, как вы знаете, вот, ну, особенно, кто там живет, и вы понимаете, что CBDC полноценно уже начинает водиться. Жители материкового Китая получат доступ, ну, я так понимаю, это Гонконг, имеется в виду у нас, и, в принципе, через положение Ida Finance, ну, и, в принципе, это тоже у нас популяризация крипты и токенизации активов. Такие репталютные Ethereum Foundation превысили 970 миллионов, далее, получается, новый максимум биткоина выше 77 тысяч, лишил шахтистов 24 ляма долларов. Ну, и, как вы понимаете, естественно, мы летим на шахтах, о чем я говорил неоднократно, то, что большинство людей, они, к сожалению, нихуя не заработают, и будут сидеть вот так вот шахтить рынок в надежде, что он пойдет ниже на их заветные 42 тысячи. Ну, да, мечтайте, что называется, а ракета уже запущена. Далее, пропустили покупку биткоина, новые токены могут нам взорвать рынок в 25-м году. То есть, что же следует купить с Юи, конечно же, блядь, ну, как же без Сьюи? Ох, совет какой от души, блядь, он да файненс, ну, он да нормально, и Юпитер. Вот, и еще нам советуют, получается, Сайбра, но он и монету. Вот, ну, Юпитер, это монета на базе Соланы, то есть, странно, что трон Солана не посоветовали. Ну, Юпитер, кстати, тоже в рост уже пошел, я ее советовал еще до роста, как вы помните, да, еще, как она не вышла из этого канала, уже 2Х она показала, то же самое, как и монета GTO, по-моему, тоже на базе Соланы. И тоже она в рост уже похуячила, и тоже показывает где-то около, как вы понимаете, практически 2Х. Ну, в принципе, я заранее говорил, манту я тоже, помните, советовал покупать. Манту, кстати, еще можно взять, поэтому манта еще не стартанула, хоть она и показала тоже плюс 30%, но, как видите, она еще на глобальном дне, многие считают, что это не накопление, но это накопление еще и какое, 10 месяцев на дне она находится минус 80%, ну, и потенциал тут минимум 5Х в худшем случае, вот, я думаю, тут десятки иксов потенциала, то и более. Вот, США формируют самый криптовалютный конгресс за всю историю, ну, и опять-таки, загон, естественно, в крипту, всячески начинает продвигаться криптовалюта, ну, потому что медвежка, потому что кризис, да-да-да, расскажете. Вот, FTX требует от криптобежи к криптоком вернуть 11 лямов, ну, и опять-таки, как вы понимаете, FTX у нас в очередной раз вспоминается, но я напоминаю, что даже вот это вот говно под названием FTX, либо Terra Luna у нас, ну, тоже полетит, и оно тоже идет уже в рост, и одно, скорее всего, нащупало. Поэтому, я думаю, вот это и Luna, и Luna Classic, и USTC тоже покажет. Ну, понятное дело, что USTC, я бы не стал бы влажно фантазировать, что она там восстановится на 1 доллар, но, в принципе, сходить опять 10 иксов, в принципе, может даже в этом цикле, почему бы и нет. Поэтому, если кто еще этого не сделал, то, соответственно, ну, я бы лучше закупал бы другие монеты, на самом деле, но если вы хотите побаловаться, то свободные бабки можете и в это говно тоже закинуть, но, как сверхвысокий риск. Далее, получается, Краунас, ну, Краунас тоже подлетала на 2х, опять загон, да, спотовые биткоины ТФ зафиксировали рекордный приток, ну, опять же таки, да, по классике все идет у нас. Далее, получается, у нас криптокит пробудился от 8-летней спячки, ну, хоть не срачки, да, и продал эфириум. Ну, и нас пугает, что вот эфир продали, хотя эфир, как видите, продолжает хуярить дальше и лететь. На чем? Правильно, на шахтах. Вот после таких вот пугалок, что якобы, ребята, смотри, выйти, у нас там эфириум кит продал, хотя все это полная хуйня на постном масле. Когда она стала лидером по росту в топ-10, продержав на 25% за неделю, ну, опять классика жанра, то есть как только монета на дне ее хейтили, как только она отросла, сразу же восхваляют. Блокинг говорит Джека Дорси, перориентировалась на майнинг биткоина, опять биткоин, ну, загон в одни и те же монеты. Топ-3 монеты ИИ нам советуют Паал, Вольт и Аркхам, но Аркхам уже ТХА дала, поэтому, естественно, ее начали советовать, хотя до этого тишина была, совпадели ли это, ну, да, конечно. Вот, когда она взлетает 40 центов, 25% активность китов, одна и та же новость, только в разных изданиях, северокорейские хакеры нас опять пугают Лазарусом, да, меняют тактику, чтобы атаковать компании, но, естественно, отрицание, не веря, создают на росте, чтобы люди дальше шахтили, дальше не покупали, и дальше, соответственно, сидели, ждали умоя погода, либо раньше времени фиксировались в надежде на поход еще ниже, что, типа, они продадут и перезайдут ниже, но потом они перезайдут выше, как вы знаете, да, и те, кто были на прошлом цикле, 20-21 год хотя бы, они это все прекрасно знают, почему альткоины в тренде сегодня, и нам говорят, что вот на бирже Абит, это ноткоин, это монета ГРАС, ну, опять-таки, это тоже загон на хаечках, далее, получается, Блюм пользователи превосходят хамстерком от преддверия событий по генерации токенов, ну, и опять таполки, люди на что-то надеются, ну, может быть, Блюм что-то раздаст, потому что там соучредители из Бинанса есть, потом ребрендинг Sky, и возвращение к производству отклонено голосами китов, ну, и, в принципе, они передумали, я так понимаю, ну, и монета Мейкер, давайте глянем МКР, она уже показывает рост, в принципе, о чем я говорил, она с дна уже показала где-то 70%, и, как вы наблюдаете, одно было совпадение, 25 октября, тоже число 5, и вот здесь финальное одно было где-то 5 числа, мы, видите, лой не обновляли, повышенный у нас лой идет, и после этого мы полетели, поэтому коррекцию охуенную просто дали, и кто хотел, можно было закупиться, но монета, опять-таки, такая, не особо волатильная, имейте в виду, о чем я уже говорил неоднократно, предложение о брендинге отклонили, ну, и, соответственно, естественно, на этом типа позитивом мы летим, хотя просто летим на шортах, криптокиты скупили альткоины в первую неделю, ноября нам говорят, это АЭФ, конечно же, загон на хаях Кардана, вот Рост показал, сразу советует, Эволенч, конечно же, после того, как якобы Блокорок там вливается, хотя я говорил, что вот эти вот позитивные новости, что Блокорок заходит, ETF-ы запускаются, и прочие-прочие моменты, ликвидность откуда-то внезапно вдруг появилась, после того, как монета уже отросла, не растет, а уже отросла, сразу же появилась, ну да, конечно, совпало, ETF-ы вырос на 20%, хотя не на 20%, а уже, считай, там на 50%, да, киты возвращаются на фоне опасений перекупленности, вот, да, киты возвращаются после того, как Фома у них словила, ну да, конечно, то есть они пытаются нам навязать, что якобы киты тоже Фома ебят, ну да, такое тоже не исключение, что у Толстосумов такое может быть, но в основном у Фондов это чисто стратегия, да, и, естественно, Фома наоборот у толпы, но нам пытаются сказать, что, ребята, да не вы не шарите, надо же смотреть на китов, что у них тоже Фома, ага, вот, iBit от компании BlackRock достиг исторического максимума, превзойдя ETF на фоне золота, опять загон биток и эфир, техническая настройка шибы показывает, что монета готова к потенциальным росту на 30%, ну опять 30% по классике, да, вот, цена Solana приближается к самому высокому уровню за 8 месяцев, опять загон на хаях, спасибо за нам известие данные, да, Binance Labs выходит на рынок Dessai, не знаю, что это, новый тренд, видимо, какой-то, с инвестицией в протокол Bio, вот, поэтому как-то так, ну и, в принципе, самое интересное в том, что большинство людей, они не покупают монеты на дне, они этого не хотят делать, но потом, когда все взлетает, и вот такие вот монеты по типу там Цету, Скау, которые уже дали XE, естественно, в самую последнюю очередь они листятся на Binance, и потом у людишек охватывает Фома, и они залетают, ну и, кстати, монета Скорл, тоже многие на нее возлагали надежды, потом она, естественно, скорректировалась, все по классике после листинга коррекция, люди не покупают, и потом монета постепенно идет в разворот, поэтому, если кто хотел ее взять, то можно еще это сделать. Тонкоин, ну, я смысла особого не вижу, но тонкоин тоже попает, потому что большинство людей его захейтили, плюс в новостях сказали, что, ребята, смотрите, весь рынок растет, а тонн нет, но уже мы наблюдаем, что тот же самый тонкоин уже постепенно разворачивается, и летит на чем? Угадайте, с одного раза, конечно же, на шортах долбоебов, которые шортят зачем-то, и шортят бычий рынок, но это надо быть реально олигофрендом, чтобы шортить бычку, но, как вы понимаете, что сверхразумов хватает. Вот, остальные монеты новые, я уже за них миллион раз рассказывал, и за ДЗРО, вот, тоже здесь, обратите внимание, накопление у нас имеется почти полгода, там, 5 месяцев, и монета ИО, за нуткоин тоже спрашивали, ну, нуткоин тоже постепенно стартует, опять-таки, летит на шортах, очевидно, потому что многие ожидали еще ниже, но вот эти отметки не дали, как вы наблюдаете, ну, дали практически те же отметки, но чуть-чуть не дотянули, после того, как монета уже дала в моменте, как вы наблюдаете, около 3 хоксов, и, естественно, чем я говорил, что фомо у толпы будет, однозначно будет, когда монеты будут показывать 2, 3 х и так далее, но куча еще монет, которые на днище, вот, блёрк тот же самый, с темой NFT, там, апи, и многие другие монеты, то есть люди их не покупают, почему? Потому что не растет же, надо же покупать то, что растет, правильно? Вот, ну, я стебусь, если кто не понял, но, на самом деле, большинство людей, они реально, ну, кретины, блять, просто тупорылые, которые заходят на рост, а потом удивляются, блять, а почему я не могу заработать? Ну, потому что ты даун, ёбаный, почему, блять? И, на самом деле, реально, таких большинство, и я рад, что у меня на канале адекватная аудитория, которая слушает внимательно, в плюсе находится, да, и напишите в комментах, какие монеты у вас в максимальном плюсе, если вы трекаете портфель, ну, если не трекаете, то примерно на глаз, как вы думаете, какие монеты у вас сейчас хорошо иксуют, или, соответственно, какие монеты вы там покупали на дне, будет интересно почитать. Всем удачи и всем пока!